Девушки, которая сбила фельдшера на трассе Барнаул-Бейск, смягчили приговор. Кэшбэк за детский отдых. Кому положена компенсация и как ее получить? В Алтайском крае появится первый в современной России курорт нового поколения. Куда нагрянут толпы туристов? Стройплощадку для новой дорожной развязки на Змеиногорском тракте готовят в Барнауле. На сегодня расчистили участок между Змеиногорскими и Южным трактами от снега и грязи. После вокруг него поставят забор. Подрядчик сначала вынесет сети коммуникаций, которые пересекают участок, а потом приступит к обустройству опор для будущего путепровода. Основные работы стартуют в начале апреля. Власти и подрядчик решают вопрос, как организовать строительство, чтобы не ухудшить транспортную ситуацию в городе. Обещают, что каких-либо значительных транспортных изменений и ограничений на развязке у Южного в этом году не будет. В Бейске силовики задержали подозреваемого в вандализме. Им оказался 20-летний житель города. Предполагаемого словомышленника обвиняют в повреждении культурных объектов Парки Победы, которые посвящены погибшим в Великой Отечественной войне. Личность правонарушителя установили сотрудники уголовного розыска Бейска. Незадолго до инцидента правонарушитель попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он что-то распивает из бутылки. В настоящее время мужчина задержан. Он дал признательные показания и принес извинения. Я принял ужасающее решение. Я решил разбить звезду. Для начала я подошел к нему ногой, проломил пластик. Приношу свои самые глубочайшие извинения. Я ужасен. Следователи провели проверку показаний на месте, в ходе которой подозреваемый подробно рассказал о содеянном. По данным следствия, помимо пятиконечной звезды, от рук правонарушителя пострадала также часть боевой машины военных лет. Сейчас расследование продолжается. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В Алтайском крае появится первый в современной России курорт нового поколения. Речь идет о будущем Белокурихе-Горной – большой туристической территории, образ которой прорабатывают в корпорации «Туризм РФ». Ставку там делают на медклассер, а именно на минеральные воды и грязи, а также радоновую терапию. По подсчетам специалистов, Белокуриха-Горная будет принимать 210 тысяч туристов в год. Первичный план комплекса обсудили в Барнауле. Подробнее в сюжете. 210 тысяч человек в год такой турпоток просчитывают для Белокурихи-Горной к 2030 году. 53 гектара ее территории превратят в бальнеологический, то есть с применением минеральных вод и грязей, курорт. Это будет первый в современной России подобный курорт, возводимый с нуля. И привлечет он отдыхающих радоновой водой, которую используют в оздоровительных и профилактических целях. «Сегодня предварительно проработано, где, на каких месторождениях можно взять эту воду, сколько примерно будет стоить радонопровод. И идет работа над тем, чтобы привлечь федеральное финансирование и выходить на конкретное проектирование и строительство такого объекта». На доразведку Искровского месторождения, оформление, добычу воды уйдет около трех лет, рассчитывают власти. Однако окончательное понимание проекта и сроки его реализации федеральные власти обещали озвучить в апреле. Вопросы будущего курорта правительство края обсудило совместно с представителями корпорации «Туризм РФ», где и разрабатывают план территории. Известно, что 53 гектара разделят на шесть объектов. Это будет семейно-оздоровительный центр, два парк-отеля и апарт-отель, санаторно-курортный комплекс, гостиницы с фондом 1200 номеров. Но эксперты отмечают, пока это только схемы. «Принципиально мы, конечно же, сейчас понимаем, что нам не хватает открытой воды, где у нас активное солнце летом, у нас люди любят купаться, загорать, нам нужны бассейны. Ну и, соответственно, зимой мы понимаем, что у нас должен быть по возможности полностью закрытый тепловой контур, чтобы люди после процедур, после радоновой воды, после ванн не ходили с мокрой головой». «Солевая аудитория и туристический поток мы планируем привлечь в основном аудиторию из Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа». Белокуриха-Горная станет крупным проектом по импортозамещению. По отзывам корпорации «Туризм РФ», бизнес уже проявляет интерес к огромному лакомому куску в сердце Алтая. К реальным действиям инвесторы смогут приступить уже скоро. В ближайшие дни федеральные гости отправятся на разведку, чтобы подготовить для бизнеса конкретные предложения. «Конкретные инвестиционные лоты, конкретные инвесторы, конкретная финансовая модель по каждому участку земли, который у нас будет. И после этого мы приступаем к реализации». Сейчас начинается второй этап подготовки плана туристической территории. Специалисты будут разрабатывать объекты инфраструктуры, бренд нового курорта, завершат эту работу в сентябре. Эксперты подчеркивают, в нынешней Белокурихе все желающие отдохнуть уже не помещаются. И планируют, что первые туристы заядут в Белокуриху-Горную в 2027 году. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Жители края могут вернуть половину стоимости путевок за отдых в детских загородных лагерях. Причем на компенсацию могут рассчитывать не только льготные категории граждан. 1 апреля в Алтайском крае стартует продажа путевок в загородные лагеря. В среднем летняя смена продолжительностью в 14 дней в этом году обойдется в 25 тысяч рублей. Но для определенных категорий граждан предусмотрена 50-процентная компенсация. Софинансирование произведут за счет бюджета края. На путевку с 50-процентной скидкой, то есть за 12 500 рублей, могут рассчитывать жители края, которые воспитывают ребенка младше 16 лет. Есть еще также дополнительная скидка в размере 5 тысяч рублей, но она положена только госслужащим и бюджетникам края. Многодетные семьи вправе рассчитывать на стопроцентную компенсацию стоимости путевки, но есть одно условие. Они должны отправить на отдых в Алтайский лагеря как минимум троих детей младше 16 лет. Тогда за третьего и последующих детей будет полная компенсация, то есть в размере 25 тысяч рублей. А за первого и второго 50-процентная, то есть путевка обойдется в 12,5 тысяч рублей. Добавим на компенсацию вправе рассчитывать и сотрудники муниципальных организаций. Правда, в этом случае каждый муниципалитет вправе определить свой размер скидки. Всего в этом году в загородных лагерях с круглосуточным пребыванием детей смогут отдохнуть порядка 17 тысяч школьников. Еще порядка 70 тысяч в учреждениях с дневным нахождением. Первая смена летнего сезона стартует 1 июня. Вместо реального наказания условная девушка, которая сбила фельдшера на трассе Барнаул-Новосибирск, добилась смягчения приговора. Эта история шокировала скорбящую семью и пользователей соцсетей. Мы встретились с родственниками погибшей. Сегодня в семье особенный день. Подробнее в сюжете. Этот день они всегда встречали в шумной компании. И уж точно не на кладбище. Теперь так. Татьяне лидер сегодня исполнилось 68 лет. Поверить в то, что ее сестра-близнец погибла, никто не может. Обе 45 лет в медицине. Обе работали на станции скорой помощи. Мы это старой с тобой точно не будем. Мы с тобой как артистки будем. Что мы не будем стареть ни внешне, ни внутренне. Хотели долго прожить вместе. Но в октябре 21-го года Валентины Катеневой не стало. В тот вечер на трассе Барнаул-Новосибирск произошла авария. Валентина приехала на вызов. В тот момент, когда женщина хотела еще раз убедиться, что один из участников аварии мертв, ее саму сбила молодая девушка, которая вылетела на обочину. За рулем находилась жительница Барнаула Дарья Волокитина. В декабре Новоалтайский суд назначил виновнице аварии три года лишения свободы в колонии-поселении. Потерпевшие крови не требовали, приговор их устроил. Но каково было удивление семьи, когда 24 марта суд апелляционной инстанции отменил это решение и назначил наказание для Волокитиной условно, вместо реального срока. За смерть мамы, бабушки и жены, считает семья, девушку практически оправдали. У нее были настолько характеристики, что до смешного. С 8 класса принесли характеристику, что она в Олимпиаде заняла какое-то место. А к чему это имеют такие характеристики? Зачем они нам? Мы будем дальше бороться. Будем обращаться в другой суд. И если тот оправдает, и в следующий будем обращаться. Потому что такие поступки нельзя с рук спускать. С тюрьмы, какая бы она ни была, выходит. Отсюда никак. Нет. Ни разу еще никто не выходил. Валентина Катенева лечила людей до последних минут своей жизни. До пенсии ей оставалось всего два месяца. По словам ее родственников, виновница аварии ни разу по-человечески не попросила прощения. Говорят, приезжала на кладбище, подложив скромный венок возле могилы. Я пытаюсь где-то найти какую-то отдушину, чтобы хоть мозгам посветлее было. Я ее не нахожу. Так, наверное, будет до конца. Ой, тяжело. Тяжело, очень тяжело. Мне очень тяжело жить с этой мыслью, что мы не можем наказать того, кто забрал жизнь моего дорогого человека. Это очень тяжело так жить. Я думаю, что я должна продолжить эту династию. И я прям твердо решила, что я любыми способами пойду в медицину. Ирина Корчагина, День с толком. Продолжим. На Алтае хотят создать краевой реестр всех участников спецоперации. Речь о военнослужащих, добровольцах, служащих правоохранительных органов, даже строителей, которые восстанавливают инфраструктуру в Донбассе. Такое предложение внес уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин, отчитываясь за год. Воспримут ли серьезно эту идею ответственные лица, пока не ясно. В нашем регионе засекречены все данные, касающиеся СВО. Впрочем, отчет Ларина слушали внимательно. Как и отчет руководителя краевого МВД Андрея Подоляна. Каковы итоги 2022 года для тех, кто защищает и наказывает, расскажут мои коллеги. В 10 раз больше обращений по теме обороны принял в 2022-м Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в крае. Кого-то мобилизовали, хотя в семье четверо детей, другим не выплачивают пособия, хотя это семья мобилизованного. Общими усилиями удалось вернуть из плена четырех бойцов. Тема спецоперации была одной из главных и сложных для уполномоченного. Чтобы работать в этом направлении было проще, Ларин предлагает создать общий реестр. Мы чувствуем необходимость создания какого-то краевого реестра или каких-то общих списков участников специальной военной операции. Ведь даже участники специальной военной операции, это не только военнослужащие Министерства обороны, это военнослужащие Росгвардии, представители правоохранительных органов, о чем говорил Андрей Анатольевич. Это частные военные компании, это добровольческие формирования, это в конце концов те люди, которые призваны из других регионов, но которые возвращаются к нам потом за социальной помощью, социальной поддержкой. Это гражданские специалисты, которые сегодня там работают. Всего за 2022-й Борис Ларин принял 1864 обращения. В тройке заявители, пенсионеры, работающее население, заключенные. Почти следом за ними инвалиды. И часто они живут в ничем не оборудованных старых домах, хотя за их жизнью должны следить муниципальные комиссии. В прошлом году добивались, например, от администрации Барнаула, чтобы эта работа проводилась не только по заявлениям, по жалобам инвалидов, но и в превентивном порядке. К сожалению, она не организована. Здоровье – одна из ключевых тем. Хорошая новость, обращений в этой сфере стало меньше, пандемия уходит. Плохая новость, хронические проблемы никуда не рассосались. Действительно, они решаются сегодня пока, будем так говорить, честно, плохо. Мы долгое время ремонтируем туберкулезный диспансер в Бийске. Надо, наверное, принимать более решительные действия по аналогичному диспансеру в городе Рубцовске. А в Новоалтайске состыло строительство краевого тубдиспансера. Начальник краевого МВД Андрей Подолян в своем отчете тоже шел по проблемам. Остается в зоне критики состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Поставленная нам федеральным проектом безопасность дорожного движения задача по снижению смертности на дорогах по итогам года не выполнена. В ДТП погибли 265 граждан. А вот еще цифры. В прошлом году почти на полторы тысячи водителей завели повторные дела о вождении в нетрезвом виде. Отвечать за безопасность не просто, заверяет Подолян. Например, помощников полиции, дружинников по пальцам пересчитать. В Яровом их 17, в Рубцовске целых 6. А штатных сотрудников не хватает. О дефиците кадров в полиции говорят не так часто. Имеющийся некомплект, хотя он и ниже среднероссийского, для нас он все-таки достаточно высок. 9,9% мы закрыли год, что в количественном, в абсолютных цифрах, составляет 1026 человек. Нередко имеют место случаи перехода сотрудников в регионы с более благоприятными условиями несения службы. К примеру, у нас в регионе участковому не предоставляют жилье или помещение для приема граждан. Среди системных проблем и материально-техническая обеспеченность. После выступления депутаты уточнили некоторые моменты. К примеру, сколько преступлений за год совершили сами правоохранители. Ответ на треть меньше, чем в 2021. Послушав про проблемы и успехи, депутаты единогласно приняли отчеты. Кстати, для Бориса Ларина он был последним в должности уполномоченного по правам человека в крае. Отдать голос, не вставая с дивана. Краевые депутаты сегодня одобрили использование на ближайших выборах дистанционного и электронного голосования. Правда, единогласным это решение не назовешь. За 39 человек, против и воздержавшихся 24. Возможно, уже в сентябре мы будем выбирать губернатора края с использованием этой технологии. По мнению председателя Комитета по правовой политике АКЗС Дениса Глобородько, применяться она будет как дополнительная форма голосования. Вы помните, раньше были открепительные удостоверения, сейчас технология мобильный избиратель. Мы идем к дистанционному и электронному голосованию. Это дополнительная форма реализации права, когда избиратель не может прийти на избирательный участок. Ну или, соответственно, в случае с дистанционным голосованием, когда ему удобно проголосовать просто со смартфона или со своего компьютера. 400 дополнительных мест для учащихся появятся в 98-й Барнаульской школе в селе Власиха. Все благодаря пристрою к основному зданию школы. Его площадь почти в два раза больше уже существующего объекта. Накануне на стройке прошло выездное совещание под руководством замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова. Подробности в сюжете Анна Рашагировой. Основная часть строительных работ позади. На очереди монтаж кровли и инженерного оборудования. 98-я школа во Власихе готовится стать просторнее. У основного здания появится пристрой. Там будут актовые спортивные залы, пищеблок и столовая, которая сможет вместить 275 учащихся. Строительство данного пристроя стало возможным благодаря поддержке губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. Основная часть, львиная доля финансирования идет из регионального бюджета. Суммарно на строительство по региональному проекту «Современная школа» затратили почти 479 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов. Дополнительная площадь – это порядка 7 тысяч квадратных метров, что по сути вдвое больше прежнего здания. Школа получит современное, новое современное оборудование, интерактивное, это новые парты, доски. То есть обновление происходит для самой школы в целом, потому что пристройка является частью школы. Открытие здания даст школе 400 дополнительных мест для учеников, а еще снизит нагрузку с 50-й и 118-й школ, где сейчас и учатся дети из Власихи и поселка Октябрьского. Очень-очень ждут жители, потому что постоянно идут обращения, что через дорогу от школы живем, а вынуждены ездить на Новосиликат. После завершения всех работ в здании проведут экспертизу, а дети из Власихи, поселка Октябрьского и Леснова смогут оценить новшества уже в новом учебном году, обещают власти города. Анна Рашегирова, День с толком. Затвор фотоаппарата у этого здания спускали сотни тысяч раз. Речь о старинном особняке в центре Барнаула, излюбленном месте фотографов, историков, урбанистов, доме купца Яковлева. Уже больше века памятник архитектуры федерального значения притягивает взгляды прохожих. Моя коллега Валентина Аскерова решила приоткрыть завесу тайны и рассказать телезрителям историю роскошного сооружения. Я отлично помню, как я увидел вот это здание, оно произвело на меня какое-то космическое впечатление. Такая красота и не в книжке, а на самом деле. Арочные окна, изящные балконы, эркеры, угловая башня со шпилем. Узнаваем архитектурные детали, без которых дом купца Яковлева уже никто не представляет. Особняк в стиле модерн в начале 20 века построили по заказу незаурядной личности. Купца Степана Яковлева рассказывает журналист-краевед Илья Кочетков. Есть две версии, как развалился бизнес Яковлева и его партнера Полякова. По одной версии, которую очень долго муссировали, что они, дескать, заигрались с кредитами, суды пошли и прочее, прочее, прочее. И вот пришлось едва ли им там не бежать из города или их выгнали. Такая версия есть. Есть другая, по которой этот бизнес развалил конкурент. И вот вторая версия мне ближе, потому что, мне кажется, вот такое здание мог заказать только человек, обладающий все-таки пониманием, что такое честь. Яковлеву доверяло больше двух сотен поставщиков товаров со всей Российской империи. Они доверяли ему настолько, что давали в кредит товары без оплаты. В 1917 году большевики национализировали дом Яковлева. В разные годы здесь располагались лазареты, НКВД, биржа труда. Но вот уже много лет главный банк страны. На фоне особняка каждые пять минут кто-нибудь дофотографируется. Фотосет снаружи, пожалуйста, внутри проблематично. Но для журналистов сделали исключение. И даже провели в тайную комнату в башню со шпилем. Этой старинной башней в центре города любуется, пожалуй, весь Барнаул. Многие мечтают здесь побывать, но можно это сделать далеко не всем. Я одна из тех, кому все-таки посчастливилось. Сотрудники Банка России также показали, что если в начале прошлого столетия здание и строили, то на века. Все наковано, висит. То есть вот эта балка, вот она держит вот эту балку. Там очень оригинально все так сделано. По идее, попасть в здание может любой желающий, записавшись на экскурсию в музей развития банковского отдела. Кстати, он осчитывает около пяти тысяч экспонатов. У нас есть там прообразы металлических денег. Как раз они датируются 16 веком. Есть монета с Анной Иоанновной. Ну, примерно ее возраст где-то 1746 год. Иногда не наблюдаете из окон офиса, музея, как люди здесь постоянно фотографируются? Да что вы, естественно. Четверг, пятница, суббота. Ну, воскресенье просто мы не работаем, я не вижу. Конечно же, это место паломничества молодоженов. Они здесь устраивают фотосессии. Как только не снимают, какие только позы не принимают. Стараются как-то выделиться. Дом Яковлева сегодня один из главных символов Барнаула. Если кто-то из горожан еще не видел особняк вживую, найдите время. Он находится в центре города, на пересечении улиц Короленко-Горького. Ваш взгляд сам застынет перед архитектурным шедевром. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...